Добрый день дорогие мои зрители! Сегодня на канале Галина Коломейко продолжение рассказа про юбочки. В преддверии Нового года я хотела бы вам рассказать, как можно очень быстро сшить вот такую простую юбку из прямоугольного кусочка ткани. Не разводить ее солнышком, полусолнышком как-то, да? А у вас есть какая-то красивая эффектная ткань, и вы хотите сделать себе вот такую вот яркую новогоднюю пышную юбочку, отдаленно, ну чем-то напоминающую юбку стиляк. Когда ткани было не очень много, когда юбочки шили из таких простых прямоугольничков, собирая их вверху, либо вот на какие-то группы складок, в данном случае встречные складки у нас будут раз, два, четыре складочки спереди, четыре складочки сзади, то есть по центру, по середине передней половинки и по бокам. Вот так выглядит юбочка у нас спереди, и вот так юбочка выглядит сзади. Впереди у нас шва нет, а сзади у нас есть шов, в который оформляется застежка. Сделанные на стройную фигурку, на высоком достаточно поясе, они будут очень красиво подчеркивать ваши формы, и, возможно, кто-то из вас этим рассказом моим воспользуется. Итак, давайте начнем. Что мы имеем с вами? Мы имеем технический эскиз, это у нас техническое задание. Талия у нас и мерки наши 36, бедра 48, длина юбочки 60, прибавка по талии 0 и прибавка по бедрам 0. Казалось бы, бедра у нас здесь никак не обозначены. Посмотрите, обратите внимание, да? Тем не менее, расчет вот этих растворов, вот этих складочек сверху, мы должны будем выполнять не по линии талии, а по линии бедер, с тем расчетом, чтобы когда ваша складочка сформируется, будет закрыта, будет заложена, чтобы она во области бедер вот таким образом не расходилась. Если она в бедрах будет расходиться вот так, значит, все складки встанут на ребро, будут вас очень сильно полнить, увеличивать вашу фигурку, и такой красивой формы, которую мы бы хотели с вами получить, у нас не получится. То есть, еще раз правило повторяю, как на прошлом уроке. Все юбочки в складочку рассчитываются не по линии талии, а рассчитываются по линии бедер. Итак, начнем. Перед нами лежит ткань, конечно, сразу на ткани. Перед нами лежит ткань, и мы положили ее сгибом к себе. Вот это сгиб. Дальше я на ткани рисую линию низа. Можете ее рисовать сразу с припуском на подгибку низа. Вот так нарисуем линию талии. Рисуем на ткани. И, конечно же, линию бедер. Потому что она для нас имеет большущее значение. Вот. Потому что все расчеты мы будем выполнять по линии бедер. Это у нас линия талии, это у нас линия бедер, это у нас линия низа. Итак, смотрим на рисунок. По центру у нас встречная складка. По бедрам, вот так вот я их нарисую здесь, у нас будет встречная складка в заложенном виде 4 сантиметра. Все встречные складки. Значит, половинка встречной складки это 8. Откладываем вот сюда 8 сантиметров и рисуем линию. Вот так. Это невидимая часть складки. Дальше пошла видимая часть. Так как у нас бедра, опять же, 48 сантиметров, то от центра до бокового шва 24. 24 разделить пополам будет 12. Значит, вот это расстояние у меня 12 сантиметров. Я откладываю 12 сантиметров в видимую часть. Ставлю точку. Нарисовала видимую часть. Затем у меня идет встречная складка. Встречная складка 8 до 8 получится 16. Рисуем встречную складку. Дальше видимая часть. Она у нас опять 12 сантиметров. Любые складочки надо помечать вот таким вот крестиком. Невидимые части зачеркнули, чтобы вам было понятнее. Дальше идет боковая складка. Она тоже встречная. Делаем ее 16 сантиметров. Дальше 12 сантиметров. Видимая часть юбочки со стороны спинки. Потом 16 сантиметров складка по центру спинки, по середине спинки. Вот она. И затем окончание нашей серединка спинки. И там будет шов. В этом шве я рисую шов и потом я добавлю припуск. Вот это тоже невидимая часть. Обратите внимание на следующее. У нас здесь сгиб ткани. Мы нарисовали как бы половину складки. Дальше видимая часть. Вот это 12. Нарисовали всю складку 16. Дальше видимая часть 12. Вся складка 16. На спинке видимая часть 12. Складка 16. Здесь тоже 12. А здесь половина складки 8. Почему так делается? Всегда, когда вы рассчитываете любые складки, начинайте расчеты всегда с половинки складочки. Потому что даже если они у вас не встречные, а обычные складки, ваши шовчики должны размещаться в глубине. Вот здесь они должны размещаться. Это мы нарисовали с вами на ткани. Теперь, если мы вот таким образом возьмем и сложим все наши вот эти вот складочки, да, вот так вот видите, я не буду до конца складывать. Форма юбки у меня будет получаться прямоугольная. То есть, какой у нее размер по бедрам, такой размер будет по талии, такой размер будет по линии низа. И это будет ужасно. Потому что все складки по линии бедер в таком виде будут вести себя плохо. Нам нужно сделать юбку раскрешенной к низу. Поэтому посмотрите, что я буду делать сейчас, как я буду выполнять это раскрешение. Значит, я увеличу вот эту видимую часть внизу на величину отведения. Если в предыдущей юбочке мы с вами делали совсем маленькое отведение, буквально по сантиметру, потому что юбочка у нас была такая строгая, да, мы заутюживали складки, то в подобного рода юбочках, таких вот динамичных, незаутюженных, мягких складках, мы можем сделать это отведение гораздо больше. Ну вот, например, я выберу 4 сантиметра, скажем, да. Выбрала 4 сантиметра, отложила. Даже не так. Мне нужно посчитать, какой нужна нам талия. То есть, я не произвольно буду здесь выбирать, а будем считать, какая нам нужна талия. Посмотрите, сколько у нас нарисовалось с вами складочек. Раз видимых частей. Раз, два, три, четыре. Четырежды 12 будет 48. А нам нужно не 48, а нам нужно 36. Значит, 48 отнять 36. Лишних у нас 12 сантиметров. А сколько у нас складочек? Раз, два, видимых частей. Раз, два, три, четыре. Значит, 12 разделить на 4 получится 3. В каждой видимой части, я должна каждую видимую часть уменьшить по линии талии на 3 сантиметра, для того, чтобы у нас вот именно по талии оставалось 36 сантиметров. Значит, у меня сейчас вот здесь 12 сантиметров. Да? А мне нужно, чтобы было не 12, а 12 сантиметров минус 3. Получится у меня... 12 минус 3 получится у меня 9. 9 сантиметров. Мне нужна величина. Вот здесь вот 9 сантиметров. 9 умножить на 4. Раз, два, три, четыре. Получится 9 у 4, 36. Итак, мы знаем, что видимая часть вверху по линии талии должна быть 9. Тогда 1,5 сантиметра убираем с этой стороны и 1,5 сантиметра убираем с этой стороны. Линия бедер должна остаться неизменной. Поэтому смотрите, куда мы приходим. Вот какое отведение. Но я уже знаю, что это будет 4 вот здесь сантиметра, да? Но 4 начала про это немножко в спешке говорить заранее. Оно у нас реально таким и получилось. То есть исходные данные по талии точечка, по бедрам точечка. И туда уходим произвольно, туда, куда нам у нас получается уйти. Ну, получилось у меня на 4 сантиметра. Видите, какой раскрешенный у меня получился клинышек вот здесь. И повторяем все это дальше. Повторяем все это дальше. То есть это же делаем здесь. Это же делаем мы с вами. Здесь побыстрее хочу все нарисовать, чтобы не задерживать ваше внимание. Пока рисую, еще раз подытожу. То есть мы вычисляем, какое нам нужно, какую нам нужно величину по талии. После этого размечаем нашу линию талии и соединяем размеченные точки с точечками по линии бедер. А внизу получаем то, что у нас и получается. Вот такие вот красивые у нас получились истории. Теперь посмотрите. Когда мы начнем свою юбочку складывать вот так, вот так мы сложим ее, да? Вот так, вот так все это будет встречная складка. Можете не встречные складки делать, можете делать складочки ботовые. Можете делать складочки односторонние, как вам угодно, да? Дело не в этом, дело в том, как будет выглядеть ваша юбочка. Посмотрите, пошло вот такое вот раскрешение нашей юбочки. То есть у вас будет широкий динамичный низ, да? Ну и с этой стороны вот точно так же у вас уже уйдет вот это вот. Вот это широкий динамичный красивый низ получается. И совершенно нужные вам расчеты по линии талии. Вот так и вот так вот. И чтобы линия талии у вас получилась как в конечном результате мягкой, плавной и красивой, опять же, припуски по линии талии нужно оформлять, как и в предыдущем случае. Чтобы не задерживать ваше внимание, я сейчас просто их изображу. Ну, посмотрите как. Значит, там, где у нас линия талии, поднимаемся вот так повыше. Где 9 сантиметров, достаточно одного сантиметра. Потом вот так. Потом спускаемся сюда. Вот такой вот странной фигуркой. Да, это все будет жить у нас в таком виде до осноровки. Когда вы выполните осноровку линии талии, она у нас примет четко те формы, которые вам нужны. Так. Ну, и здесь вот просто вот так вот будет. Вот так нужно оформлять линию низа. Вот, собственно говоря, и все, что мне хотелось вам рассказать про юбочку, складочку. Складочка мягкая. Складка вот такая вот динамичная. Не заутюженная складка. Но, повторяю еще раз, обязательно рассчитывается она по линии бедер. И, конечно же, кроится сразу на ткани. Потому что делать такие юбочки из бумаги, это очень и очень долго. Разрешите на этом сегодня закончить. Заходите в видео школу. Подробностей очень много у нас еще там. Онлайн обучение идет на сайте kolomika.ru. И приходите ко мне на очные занятия. В метро Лухмановская, Дмитриевская, в 11, в Москве, который начинается 26 января.